Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка». Доброго и хорошего вечера. В эфире программа «Трофей и рыбалка». У микрофона Мария Садакова-Ильина, напротив меня Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Добрый вечер, Василий. Добрый вечер. И вместе с тобой и с нашими радиослушателем мы проведем ближайший час. Напомню, что генеральный партнер нашей передачи – компания «Движение нефтепродукт». А тема нашей программы сегодня – очень интересная спортивная рыбалка. Очень увлекательное, наверное, и очень интересное занятие. Мы поговорим сегодня об этом. Вот сегодня нам расскажет Василий тонкости, что же такое спортивная рыбалка, тонкости, суть, правила, особенности вот этого, можно сказать, соревнования. Ну, это соревнования. То есть начнем, наверное, с того, что мы все передачи до этого говорили о любительском рыболовстве, о любительской рыбалке, о том, как здорово можно отдохнуть на берегу с удочкой, там, со спиннингом, куда-то съездить, не знаю, там, рыбки половить или еще что-то. Но рыбалка, на самом деле, это точно такой же вид спорта абсолютно. Со своей индустрией, со своими, не знаю, там, кумирами какими-то на сегодняшний день. То есть если, например, рассматривать в разрезе, опять же, нашей страны брать, то у нас спортивная рыбалка, она вот только сейчас, наверное, начинает так набирать обороты. То есть я считаю, что вообще любой спорт, он, ну, мое понятие, да, спорта, то есть он начинает набирать обороты вот в тот момент, когда появляются спортсмены, люди, которые этим зарабатывают себе на жизнь, да, ну, то есть профессионально начинают заниматься каким-либо видом спорта. У нас реально в России, да, еще не развит этот вид спорта? Не сильно развит, он сейчас начинает развиваться, то есть сейчас начинают появляться коммерческие турниры, да, в которых, ну, коммерческие турниры, тут уж сразу понятно, что есть коммерческая составляющая, это очень хорошие призы, которые нужно побороться. Это появляются фирмы, которые готовы спонсировать спортсменов, которые садят их на контракты, да, там, например, на годовой контракт там какой-то, да, и спортсмен уже продвигает конкретное направление там рыбалки, либо, скажем так, продукцию этой фирмы или еще что-то, то есть он получает за это зарплату, то есть это становится, ну, перерастает из увлечения, из хобби уже в работу в такую. Если рассматривать вообще вот мировые такие тенденции посмотреть, то во всем-то мире за пределами России спорт-то вот рыболовный, он развит очень-очень сильно. Мы в предыдущих передачах касались уже немножко вот этого вот так вскользь, да, то есть, например, там в той же Америке есть у них вот эта там басовая лига, да, они там проводят сумасшедшие эти соревнования, я скажу, что там награждения проходят, не знаю, это как вручение премии ТЭФИ, ну, то есть реально там огромные залы, приезжает много-много... Огромнейшие церемонии, огромнейшее шоу. Приезжает много-много болельщиков, есть свои звезды, есть свои телеканалы сделанные специально, которые освещают только это, только это, вот, то есть там есть какие-то семинары, эти спортсмены постоянно проводят, ну, то есть это реально такой цикл непрекращающийся, да, на протяжении там всего сезона, всего года у них вот это все проходит. У нас в России, скажем так, спортивная рыбалка, она была всегда, то есть, ну, возьмем там, не знаю, немножко кусочек истории, там, в СССР тоже она была, проводили, но в основном это была там, например, зимняя какая-то ловля, да, там, по мормышке, и если, например, смотреть вот сейчас, то у нас, даже в нашей области, очень сильные ребята, которые выступают зимой, вот мормышечники, например, там, Гриша Фурлет, да, чемпион России, ну, минуточку. То есть у нас даже в регионе, в области есть чемпионы спортивной рыбалки. Да, то есть чемпион России, он съездил на чемпионат России, если, по-моему, не изменяет, по-моему, там, два года назад и выиграл его, ну, то есть наша команда в тот момент вообще выступила достаточно неплохо и выиграла его, но мы сегодня будем, наверное, говорить о летних соревнованиях, которые у нас проходят в области, которые у нас есть, и будем говорить, наверное, большую часть времени именно о спиннинге, потому что он, скажем так, спиннинговая ловля, она самая динамичная, то есть она подразумевает в основном это лодочные соревнования, то есть это мощные моторы, хорошие катера, хорошее оборудование, рыбопоисковое оборудование, да, там, соответственно, снасти и всё-всё-всё. Ну, наверное, из основных турниров, которые у нас есть... Так, вот, да, я хотела как раз спросить, как часто в Кирове, в Кировской области, у нас проходят вот эти соревнования рыбные, я так понимаю, уже они не только летние соревнования, да? Нет, конечно. А это зимние, то есть они круглый год, получается, проходят. Они проходят круглый год, но здесь есть чёткое разделение, то есть вот есть коммерческие турниры, есть рейтинговые соревнования. Чем они отличаются? То есть вот их смешивать в одну кучу-то точно нельзя, то есть рейтинговые соревнования, это соревнования, на которых, ну, за редкими исключениями бывает очень мало призов, ну, в основном там медальки, грамоты и всё вот такое, но там участники могут получить разряды, да, соответственно, там получить разряд, там, третий, второй, первый, потом с первым разрядом такой человек может поехать и заявиться на чемпионат России, то есть, соответственно, собрать команду из перворазрядников. То есть некий региональный этап, потом переход на всероссийский этап. Да, и затем можно поехать на чемпионат России, на чемпионате России можно там выиграть, получить, грубо говоря, там кандидата в мастера спорта, можно получить мастера спорта, можно затем уже заявляться на отборы в сборную России и ездить на чемпионаты мира, то есть такие тоже проходят. То есть это то, что касается, скажем так, ну, его называют официальный спорт. Вот это рейтинговый как раз. Рейтинговый соревнования, это официальный спорт. Они проходят по своим правилам, которые можно посмотреть в Федерации спортивного рыболовства. Там достаточно жёсткие рамки есть, правила проведения. Они всегда проходят в командно-личном зачёте, то есть есть командное место, и также спортсмен может завоевать табличные. Своё личное мастерство там и достижение показать. Такие соревнования проходят у нас зимой по блесне, по мормышке. Летом это поплавок, сейчас туда включили фидер, соответственно, спиннинг. Со следующего года, я думаю, что мы всё-таки поговорили, мы пообщались с Федерацией спортивного рыболовства, там с представителями их. Я думаю, что мы включим туда карповую ловлю, а такая дисциплина существует. Есть и проходят чемпионаты мира по карпу, и наша сборная там выступает достаточно неплохо, потому что в нашей стране карпа, слава богу, много. Много, и много, где его можно половить. Поэтому это всё проходит. И есть коммерческие турниры, составляющие которых именно хороший призовой фонд, хороший призовой фонд, то есть там люди борются именно за призы, потому что на них получить какой-либо разряд... Не получится. Невозможно. То есть это другое совершенно. Коммерческий турнир, он проходит по другим совершенно правилам. Там, как правило, нет ограничения в акватории ловли, там нет ограничений в мощности моторов, это командные соревнования. То есть я сейчас конкретно говорю о нашем замечательном турнире, который вот-вот состоится с 26 по 28 июля, это «Трофеи Вятки». Сколько лет уже он проходит, этот турнир? Ну, турнир для меня в этом году будет в шестой раз. Он достаточно уже такую большую историю имеет за своими плечами. Очень здорово, что сейчас на этот турнир приезжают люди из других регионов. Да, вот «Трофеи Вятки» — это же не только получается региональный такой турнир, то есть в нём могут принять участие и с других городов, и даже стран. Стран, пожалуйста, ради бога. То есть у нас в один год там заявлялись товарищи из Италии, итальянцы, но у них там не получилось, на самом деле, немножко. Но, тем не менее, мы не теряем надежды, что они всё-таки у нас выступят на нашем турнире. Ну, то есть 26-28 будет проходить у нас такой турнир, региональный турнир «Трофеи Вятки». А где? Оно постоянно в одном месте это проходит? Вот последние три года это всё проходит в одном месте. У нас, к сожалению, инфраструктура на берегу нашей любимой реки Вятки не настолько развита, как, например, на Волге, на какой-нибудь Каме и больших реках. Соответственно, нам нужен немножко кусочек цивилизации. Для чего? Нам нужно электричество, потому что, например, современные катера сейчас оборудованы так называемыми электромоторами, электроякорями, которые нужно постоянно заряжать. То есть на борту таких катеров очень много электроники, ну, которую реально там нужно аккумуляторы, чтобы где-то что-то зарядить. Вот, это раз. Во-вторых, всё-таки хочется, чтобы была какая-то сцена, где можно провести красиво вот эти все церемонии, там, открытия, награждения, взвешивания, в конце концов. Вот. Поэтому нам нужна рыболовно-туристическая база. Так, а где это у нас? Таких у нас не сильно много. И мы выбрали место проведения не так далеко от города Киров. Это село Петропавловское, около Советска. Советский район. То есть расстояние там от Кирова у нас получается где-то порядка, там, наверное, 100... 100 с лишним километров, 120, наверное, больше. Не-не-не, больше, там, 150 или 160 километров до места. Ну, на самом деле, не так и там далеко. Её ещё называют Живятской Швейцарией. Красивое очень место. Да, очень красивая природа. Реально хороший подъезд к реке абсолютно на любом автомобиле. А это тоже является одним из главных пунктов, потому что мы всё-таки все же придерживаемся рамок закона определённых. И по новому законодательству у нас есть такое понятие, как водоохранная зона. И оставлять автомобили ближе от реки, чем 200 метров, мы не имеем права. То есть это грозит там ай-яй-яй штрафом, причём немаленьким по сегодняшним мерам. Соответственно, в правилах чётко прописано, что на автомобиле можно подъехать к реке для того, чтобы спустить лодку, выгрузить там всё своё оборудование. И сделать это можно только по оборудованному слипу, так называемому. Соответственно, должно быть жёсткое покрытие до самой речки. База в Петропавловском. Как раз такое место. В принципе, этому всё отвечает. Здорово. Красивейшая природа, отличные места. По рыбе, если рассматривать, вот многие говорят, вот там в низах вятки, рыбы больше. Ну, возможно, больше. Возможно, может быть, там есть какая-то вероятность, не знаю, там зацепить какой-то там весомый трофей или ещё что-то. Но, честно скажу, вот эти места, где проходит турнир достаточно рыбный, это показали вот последние два соревнования. То есть, так или иначе, трофеи-то были. То есть, там и щуки по 6 килограмм, и судаки там по трёшечке, и езитом крупный, и жерех какой-то. Здесь уже всё зависит от умения рыболова. Ну, конечно. Подобрать определённый стиль ловли, подобрать определённую приманку, то есть найти какую-то свою уникальную фишку и поймать рыбу. Вот чем и хороши соревнования? Тем, что на обычной рыбалке, ну, мы приехали, да, мы там, не знаю, посозерцали воду, там, сели в лодочку, куда-то там поплыли, что-то там поймали, то есть, ну, попытались, да, по крайней мере. Но не поймали, да вроде бы, и чёрт бы с ним, да. Мы прекрасно проводим время на природе, у нас там всё хорошо, всё здорово. Поймали две рыбки, там, вроде бы, как бы и хватит. А тут, наверное, соревновательный дух какой-то, да? Здесь есть соревновательный дух, есть определённый адреналин. Вот чем лично мне, например, нравится участие в соревнованиях? Тем, что реально участвуя в различных турнирах, я езжу по нашей стране достаточно много, на турнирах на таких получаешь огромный опыт, который затем ты можешь перекладывать уже на свою любительскую рыбалку. Реально на соревнованиях там за вот неделю, ну, мы минимум там едем на неделю, понятно, что у нас там три дня, там, четыре, например, это тренировки для того, чтобы понять акваторию, понять, где стоит рыба, найти вот как раз какие-то там подходы и ключики к ней, подобрать приманки, найти новые места, да, там, понять, что к чему, почему, то есть составить чёткий план. Во-первых, вот такая рыбалка, она заставляет немножко по-другому думать. Если на обычной рыбалке вот я выплыл, там, примерно мне там, ну, образно там, например, знакомая там какая-то акватория, я еду на свою ямку, на которой я там 10 лет там уже ловил, да. И знаю, что там есть рыба, и всё равно клюнет. Вот там встаю, там, и начинаю там ловить, я там могу простоять час, могу простоять там два на этом месте, да, ну, потому что я знаю, что здесь рыба есть. В конечном итоге, скорее всего, я там дождусь какого-то, так называемого, выхода этой рыбы, какого-то там пика активности, я там что-то поймаю, вот, получу от этого удовольствие, и, в принципе, для меня рыбалка состоится. То в спорте всё по-другому. То есть на соревнованиях какой-то даётся тайминг, время какое-то должно быть? Ну, во-первых, тур 8 часов. Вот мы ограничиваем, да, то есть 8 часов спортсмены соревнуются. Если, например, конкретно к разрезу трофея фиатки, то соревнования проходят в 2 тура, то есть 2 дня они соревнуются по 8 часов. Для чего сделано? Многие говорят, что вроде бы, давайте один день там, вот сейчас вот световой день вообще большой, давайте там в 5 утра стартанём, и, не знаю, там в 5 вечера закончим. Вот 12 часов мы там на воде там пробудем. Для объективности судейства и объективности выявления сильнейших рыболовов всё-таки адекватно нужно проводить именно 2 тура. Почему? Потому что бывали случаи, когда в первый день спортсмены привозили 12 килограмм рыбы, а во второй день приезжали с баранкой. с нолём. Ничего нет. Ноль. Ничего не поймали. Всё выловили. Хотя в первый день все там делали на них ставки, что там ого-го. на нашем турнире победитель выявляется по сумме мест за 2 дня. наименьшая сумма мест получает первое место. Соответственно, там, к примеру, вот спортсмены в первый день наловили 12 килограмм и были первыми. А во второй день они привезли ноль. Хорошо. И, соответственно, в турнирной таблице они отпустились на последнее место. И, например, у нас участвовало там в тот год, если память мне не изменяет, 69 команд, и, соответственно, 3 команды привезли нули, и они получили сумму мест 69 минус 3, 66. И общая сумма мест вот у этих победителей первого тура стала 67. Ну вот. Вот. То есть в итоговой турнирной таблице по итогу двух дней они заняли там где-то местечко там ниже серединочки. А, например, в тот год победили товарищи, которые в первый день были седьмые, и во второй день они были четвёртые. И сумма мест у них была всего лишь 12, да, но это была наименьшая сумма мест, то есть они стабильненько отыграли оба дня, заняли первое место. То есть наш турнир трофея вятки – это командная, да, получается, турнир? Да, два человека в лодке. Два человека. Команда будет два человека, не больше, да? Не больше. То есть два человека, понятно. Вот хорошо, вопрос такой. Я обычный рыболов-любитель. Как я могу... Я услышала, где-то увидела, что, о, есть турнир, а дай-ка я попробую посоревноваться. Как я могу принять участие в этом турнире? У нас есть. Или могу ли вообще? Конечно, турнир абсолютно открыт. Там единственное есть условие. Участники у нас участвуют с 18 лет. Если меньше 18 лет, да, то можно участвовать такому человеку, участнику, но только лишь со взрослым. То есть в команде должен быть один взрослый? Да, один взрослый обязательно. Мы не принимаем, на самом деле, были вот такие вопросы, задавали мне в соцсетях где-то, писали, на сайте писали. Можно ли там получить разрешение от родителей, да, там вот письменно, там, заверенное, там, всё. Ну, есть же такие ребята. Ну, друзья, на самом деле мы не сильно берём на себя ответственность. Ну, техника безопасности, конечно. По одной простой причине. Вода – это такая штука, которая ошибок, к сожалению, не прощает. Там нужно чётко понимать, что мы делаем, как мы делаем, придерживаться определённых правил и норм, которые прописаны. И каждый участник у нас, приходя на регистрацию, после регистрации и получения там протокола и всего оставшегося, он ставит подпись о том, что он совершеннолетний, знает и понимает, на что он идёт, и всю ответственность за свои действия несёт сам. К сожалению, сделать это с несовершеннолетними мы не можем ни по законам, ни по каким, да, там, ну, и просто на самом деле, ну, не дай бог что-то там случится. Ну, не будем на плохом. Да, всё будет хорошо. Слава богу, у нас никаких инцидентов там не было, но тем не менее. Соответственно, любой желающий может заявиться на этот турнир. У нас есть официальный сайт турнира. Вот, давай расскажем об этом поподробнее. На котором можно будет посмотреть, как это у нас всё проходило, да, то есть есть отчёты о, там, начиная, по-моему, с 16-го года у нас на вот этом сайте всё собрано. Фото, видео, отчёты победителей, да, там, всё можно почитать, оттуда можно подчеркнуть какой-то хитрой информации, можно посмотреть видео, там, плюс-минус, понять, где там ловят, да, то есть там есть кадры поимки рыб с реки прям. Там можно посмотреть полностью всю программу турнира, там можно зарегистрироваться, то есть там прям есть такая кнопочка регистрации команды. Мы заходим туда, вписываем фамилии и имя участников, то маломерное судно, на котором мы выступаем, мощность мотора и название команды. Всё. Обязательно на лодке, да, быть на соревнованиях? То есть с берега там никак, о как. С берега это никак. А я-то думала, что и с берега можно. Нет, это именно водомоторный турнир. Всё понятно. Соответственно, у нас нет... Вот на многих, кстати, турнирах, которые проходят, например, по России, есть определённые ограничения, то есть, например, там, если это ПВХ-лодка какая-то, да, то минимальный размер там 3,30 и мощность мотора там не менее 9,8. У нас не настолько большая река, у нас не настолько много воды, поэтому мы ограничения эти все убрали. У нас могут участвовать люди на чём угодно. На любых лодочках. Но обязательно должен быть моторчик, то есть на вёслах нельзя. Как интересно. И, например, у нас в 15... в 16-м году выиграли соревнования... А нет, в 15-м. Не выиграли соревнования, а заняли призовые места. Ребята, которые вот просто приехали на рыбалку, вот так сложились звёзды. В это же время, когда прошли тур. Они приехали на рыбалку, увидели, что там что-то такое происходит, подъехали, спросили, мы им всё объяснили, рассказали, что вот турнир, они говорят, а можно зарегистрироваться. Да, конечно, без проблем. Они пошли и зарегистрировались. Моторчик у них был 3,5 лошадочки, маленькая лодка, всё. И они по итогам турнира заняли очень неплохое. Они не выиграли, но заняли призовое место. Ловили, вот мы их видели, буквально там выходили, и вот они там в заливчик какой-то заплывали и ловили рыбу. Нашли свою тему, поняли, что здесь, скажем так, нужно стабильно выступать. Соответственно, не оба дня там закрывались, там, две щучки, по-моему, или три щучки, два окуня, как-то вот так. У них плюс-минус там какой-то такой вес выходил. Они стабильненько отыграли оба дня, по итогам тура получили призы. На следующий год этих ребят мы увидели уже на соревнованиях. Им понравилось. Они проапгрейдили свой комплект, то есть они купили более мощный мотор, у них появилась большая лодка, они купили хорошее рыбопоисковое оборудование, и до сих пор они выступают и радуются. То есть эти соревнования, ещё раз говорю, это определённый такой толчок к развитию рыболова. Интересно, да. Вот я начал говорить как раз. Вопрос в чём? Вот соревнования дают просто вот такой опыт. И, как я уже сказал, там начинаешь думать по-другому. Начинаешь строить свой день, да. Ты начинаешь к соревнованиям готовиться уже на берегу. То есть, например, вот мы с напарником, перед тем, как выйти в тур, мы вечером садимся, реально там берём блокнот и начинаем прописывать. То есть там прописывается чётко тайминг, сколько ты стоишь на точке. То есть это вот к тому, что в обычной рыбалке, как я уже сказал, можно прийти, там два часа стоять, кидать, кидать, не знаю, позагорать, чайку попить, там, не знаю, бутербродик съесть, вот, искупаться там, если жарко, на берег сплавать, потом обратно вернуться, всё. Всё, к сожалению, в соревнованиях такой блажи нет. Они начинаются рано утром, да, соревнования? С 7 утра у нас старт и до 3 часов. Там нужно, вот чем отличается спортсмен от рыболового любителя? То есть там есть чёткий план игры, как и в любом спорте. В хоккее, в шахматах, не знаю, там, в футболе, в беге, там, в чём угодно. То есть это нормальный спорт, это нормальное соревнование, к ним нужно готовиться. Экологически надо же продумать это всё. Здесь есть золотое правило, что все соревнования проигрываются и выигрываются на тренировках. Вот как хорошо ты потренируешься, от этого будет зависеть твой результат в конечном итоге. Понятно, что в рыбалке есть определённая доля везения, составляющая, да, то есть ты можешь прийти на точечку, ты там ловил килограммовую рыбу, и тут бабац, и тебе влетает бонус, там, килограмм на 8 щука. И такое, на самом деле, тоже бывало. Но это вот, не знаю, фортуна в этот момент тебе повернулась лицом, тебе очень здорово, повезло. Но на следующий день там может не быть рыбы, поэтому у тебя должен быть чёткий план, что ж ты будешь делать-то два дня. И поэтому это в определённой мере, скажем так, дисциплинирует и заставляет думать. И вот, как я уже сказал, мы с напарником садимся, берём блокнот и начинаем писать. Так, 7 утра, старт. Мы идём сейчас до первой точки, нам там нужно туда идти 40 минут. Давай, окей. Если нет волны, например, сильной там, да, и ветер там попутный, всё, мы идём 40 минут. Быстрее. Ага, а если там, например, а если будет там ветер встречный, будет хорошая волна, мы туда будем идти час. Давай, ага, что-то начнём корректировать, слишком много времени. Давай начнём с точки, которая ближе. Начинаем смотреть. То есть там можно сыграть ва-банк. То есть, если, например, ты точно знаешь, что тебе надо идти туда час, но ты придёшь и точно там поймаешь рыбу. Но это вот надо быть суперуверенным вместе в своих снастях и в своём умении. То есть вот тогда, да, действительно можно там собираться, садиться, ехать там час, тратить какое-то время, да, там ловить рыбу. Всё там, например, первая точка, ага, вот это, заходим, сколько стоим? 15 минут, всё там, нету. Куда уходим? Идём там дальше. Сколько у нас там переход до следующей точки? До следующей точки там ещё 10 минут. Сколько на ней стоим? 15 минут. То есть вот все 8 часов они расписываются вот так. То есть это делается на бумаге вечером перед стартом, а не так, что ты сел в лодку утром, ну что, куда поплывём? Где будем ловить рыбу? То есть, ну, вот немножко другой подход. Всё понятно. Давайте мы прервёмся на небольшую рекламу, продолжим после неё. Генеральный партнёр программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофеи. Рыбалка. Мы продолжаем разговор про нашу спортивную рыбалку. Мы рассказываем, как можно поучаствовать в нашем турнире «Трофеи вятки». Василий, вот, да, вот начались эти соревнования. Дальше мы поехали на точку. Поплыли на точку, да? Пошли. А, пошли на точку, хорошо. Дальше что? Ну, всё. И, соответственно, мы построили себе план, мы знаем, и на самом деле, что нам делать, как делать. На тренировках мы подобрали с Настей, мы подобрали приманки. То есть это всё уже сложено в коробочке, чтобы не тратить время. Здесь на нас давит, скажем так, время. То есть нам нельзя задерживаться. Чем больше ты пройдёшь, чем больше ты проловишь, тем вероятнее у тебя будет больше результат. И даже надо ещё оставить время на то, чтобы возвратиться, получается. Вернулся, совершенно верно. Опять же, это всё просчитать час, 40 минут, полтора часа. Вот это всё просчитывается, это всё прописывается, потому что здесь ошибки, на самом деле, чреваты. Потому что любое опоздание на финиш, оно чревато тем, что у тебя снимают вес, который ты привезёшь, а в конечном итоге могут и дисквалифицировать, если ты там опоздаешь больше 10 минут. Ну, то есть результат у тебя будет обнулён, и теоретически все твои силы пошли коту под хоз. Очень плохо, да. Да, вот. Такие соревнования, они очень интересны. Там адреналин. На обычной рыбалке ты ловишь там щучку какую-нибудь на килограмм, она у тебя сходит, ну, думаешь, ну, и чёрт с ним сошла. Там это буря эмоций. Не дай бог, рыба сходит. То есть, честно скажу, от поимки рыбы ты испытываешь удовлетворение, ну, и какую-то определённую эмоцию адреналин, там, тебе попадает, там, всё здорово, да. Самые большие эмоции ты испытываешь, когда рыба срывается с крючка и сходит. То есть это просто. Здесь ты уже начинаешь думать, почему так могло произойти. Возможно, ну, это случайность, да, то есть, возможно, это какое-то там стечение обстоятельств. Но, как правило, ты начинаешь думать, почему так случилось, почему это произошло. Возможно, я неправильно вываживал, возможно, я неправильно подобрал крючок к этой приманке. Не знаю, там, не вовремя сделал подсечку, а нужно было сделать вот так. Ты начинаешь это всё анализировать. И вот это, на самом деле, бесценный опыт. Вот ты, например, там, подумал, что, ага, крючок маловат, давай я поставлю больше, ставишь больше, и крючок у тебя начинаются поклёвки, и нет ни одного схода. Вот оно. Всё. И уже потом на обычных рыбалках ты не задумываешься. То есть ты берёшь вот тот крючок, который ты нашёл к этой приманке, ставишь всегда его, да. А на обычных любительских рыбалках на это может уйти год, два, три, а может и полжизни. Ну, реально. То есть ты ловишь рыбу, и она у тебя сошла и сошла, а ты и не задумываешься, почему, зачем, из-за чего так это произошло. Ну, вот, ну, произошло, произошло. А тут надо сразу оперативно думать. А здесь ты начинаешь думать. То есть это всё быстро, это вот развивает определённое мышление, да. Это, на самом деле, очень интересно. И это не только в спиннинговой рыбалке. Вот, пожалуйста, там наши турниры, вот эти вечерний карп, да. Да. Почему вот крайний турнир, на котором... Мы не поймали ни одной рыбы. Да, почему мы не поймали ни одной рыбы, а участник... А рядышком ловили. А участник поймал 8 килограмм, который занял первое место. А почему у нас было очень много пустых поклёвок, а они реально были? То есть мы могли там поймать минимум... И не только у нас. 4-5 там, да, 4-5 карпов мы могли их поймать. Почему это случилось вот так? Ну, это же загадка. Это не загадка, это, на самом деле, анализ, который я, на самом деле, провёл. Я понял, в чём была наша ошибка. Потом мы с тобой поговорим по этому поводу, чтобы сейчас не тратить время. Вот такие вот мини-турниры, они на самом деле тоже очень полезны. Я вот всех там призываю, ездите на наши вот эти маленькие турнирчики, которые мы проводим в вечерний карп. Там классная атмосфера, всё здорово. Там можно получить вот этот опыт. И на самом деле я... Просто потренироваться перед большими турнирами и соревнованиями, получается. Я призываю там приезжать и с детьми, вот там действительно детей можно чему-то научить. Ну вот, последний раз мы ездили, мальчик у нас, чего, ему 10-11 лет, наверное, ну 12, не больше, да. Он поймал у нас карпа, самого большого такого поросёнка. Четыре килограмма почти. Четыре килограмма почти, да. Ну просто вот, ну это же просто фантастика, да. Это интересно, правда. И такие турниры, они, как правило, вот коммерческие турниры, чем отличаются от турниров, которые рейтинговые. Ну есть хорошая составляющая, это призовой фонд. И, как правило, на них и на нашем турнире, который трофеевятки будет. И сейчас вот, например, проанонсируем, да, там 14-го числа у нас в рыболовном клубе Белуга, опять же, состоится праздник. День рыбака. День рыбака. Помимо соревновательной части, есть всегда определённая тусовка такая рыболовная. То есть там, например, будет у нас, можно тыс-драйв там на машинках Митсубиси там покататься, да, по полям. Да вообще послушать, посмотреть, о чём, да, говорят. Пообщаться с единомышленниками, посмотреть их снасти. Рекомендации, консультации, да, байки. Посмотреть какие-то хитрости, да. Да, что насаживают, чем прикармливают, то есть как закидывают, не знаю, там в конце концов, какую леску на поводок используют, а какой поплавок должен быть, а почему на такую дистанцию. Там все люди, на самом деле, вот на таких маленьких коммерческих турнирах, все очень открытые, все делятся секретами. То есть это небольшой спорт, то есть большие коммерческие турниры, там реально все друзья друзьями, но... Но всё равно, да. Табачок-то врозь там, то есть сидят там, ого-го, приманку там тебе никто не подскажет точно. А здесь, да, здесь всё открыто. Плюс это хороший семейный отдых, да, это, надеюсь, у нас будет классная погода, и мы там здорово проведём время, половим карпа, покатаемся на машинах. Я до сих пор, да, восхищаюсь, что неужели, это очень хорошо, что в нашем городе, рядом, да, в самом городе, там, ну не знаю, не в центре, понятно, но в самом городе у нас появилось... Ну а в центре там 10 минут. Такое место, в котором действительно можно просто отдохнуть, пообщаться, вот опять же 14-го числа, да, день рыбака, который будет проводить вот этот клуб, наш любимый Белуга, приезжайте, это будет очень интересно, это будет действительно просто незабываемый день, выходной день. Отлично проведённый день практически на природе. Да, посмотреть, как ловят карпа, ловят осетра, ловят там, кого-то ещё, может быть, поймают, но это здорово, это интересно. Вот, но вернёмся к большому спорту. То есть, получается, вот трофеевятка, ещё раз, да, это рейтинговый турнир? Нет, это коммерческий турнир. Коммерческий турнир, в этом году у нас очень хороший призовой фон, вот так вот приоткрою немножко завесу тайны, конечно, к концу этой недели это всё будет выложено на официальном сайте, но вот сейчас, по, скажем так, примерным прикидкам, за первое место приз будет где-то в районе 300+. Ого, ничего себе! Ну, то есть вот так, то есть там будет лоточный прицеп, лодка, мотор, сертификаты там от наших спонсоров и друзей. Неплохо! То есть там очень хороший призовой фон, призы получат первые пять командных мест, и плюс у нас есть ещё пять номинаций за самую крупную рыбу. Вот, я хотела узнать, да, по номинациям вообще, вот такой вопрос, много на сегодняшний день зарегистрировалось людей уже, команд? 48 команд. Ну, это хорошо, это очень даже неплохо. 48 команд, это те, которые прошли официальную регистрацию на нашем сайте. Ну, есть ещё время, у нас ещё две недели, да, больше. Есть ещё время, это, во-первых, во-вторых, многие регистрируются на месте. А, то есть можно и там же зарегистрироваться, то есть зарегистрация там не заканчивается за какое-то время, то есть, пожалуйста, приезжайте и регистрируйтесь, это здорово. Да, конечно, на месте можно зарегистрироваться. И хотела узнать, что по номинациям. То есть выигрывают пять первых команд, у которых больше по килограммам рыбы? Вес. Наибольший вес. Здесь есть еще одна особенность, о которой как раз я хочу так достаточно подробно поговорить. Многие турниры и большинство, наверное, турниров сейчас, которые проходят у нас в России, а в мире вообще это нормальная тенденция, все турниры проходят по живой рыбе. То есть к зачету принимается только живая рыба. Ничего себе. То есть это на самом деле очень гуманно, это раз. Ну ее сразу можно, да, отправить. Во-вторых, скажем так, здесь есть еще одна составляющая, которая заставляет спортсменов думать о чем? Мало поймать, ее нужно сохранить. То есть, а это на самом деле определенный навык и опыт тоже нужен для этого. Это спортсменов, скажем так, подталкивает делать апгрейд своим плавсредством, потому что в маленькой лодочке как сохранить рыбу? Это же на какой-то аквариум, типа аквариума какого-то возить с собой, да? Ну, то есть эти штуки называются левелы. В больших катерах они есть уже встроенные, то есть там есть аэрация, помпы, вода постоянно циркулирует. И как в обычном аквариуме, типа такого какого-то компрессора или что-то там ничего себе. Да, то есть там есть циркуляция воды, постоянно все обновляется. На самом деле в ПВХ лодке это все сделать то же самое можно. То есть там покупаем обычный пластиковый контейнер, там литров на 50, на 60. Покупаем две помпы, они недорогие, там, не знаю, 500 рублей. Ну вот, короче, сделать вот такой левел аквариум для рыбы в ПВХ лодку, ну, выйдет тысячи в полторы максимум. Ну, это немного. Ну, то есть это немного. Но, на самом деле, игра стоит свеч, потому что за живую рыбу у нас на турнире мы даем коэффициент 1,2. То есть можно и неживую рыбу привезти, но это уже будет минус. Ну, к сожалению, вот в этом году мы еще будем принимать, к сожалению, уснувшую рыбу, а со следующего года турнир будет только по живой рыбе. Ну, это куманно реально. Только по живой рыбе и никак больше. Соответственно, обычная рыба, если она, к сожалению, там, умерла у нас, не смогли мы ее сохранить, она к зачету принимается, но она идет в вес в вес. Ну, то есть килограммовая щука, килограммовая щука. Если же вы ее привозите живой, к зачету будет записано 1 килограмм 200 грамм. То есть плюс 200 грамм. Да, если, например, там, это 2 килограмма, соответственно, 400 и дальше. А, то есть получается по килограмму по 200 грамм еще, да? 1,2 коэффициента. Все поняла, поняла. Вот. Поэтому мне, на самом деле, очень нравится, что вот эта тенденция у нас есть. Например, в прошлом году мы процентов 80 рыбы спортсмены привезли живой. То есть это очень здорово. Это здорово. Вот 2 года мы как ввели этот коэффициент. В первый год было где-то, наверное, может, процентов там 40-50. В том году реально процентов 80. Ну, это реально хорошо, это здорово. Рыбу привозят живой. Вот рыбу сохранить достаточно трудно. Здесь есть много нюансов, которые, скажем так, нужно учитывать. Ну, во-первых, например, тот же там судак, пойманный с большой глубины, испытывает очень сильную декомпрессию. Когда его поднимаешь. То есть у него реально там поднимаешь, да, у него там глаза выпучивает, не знаю, там плавательный пузырь может изо рта вылезти, там, и все что угодно. А многие махнули рукой, ну, что сейчас с ним делать, все. На самом деле есть такая процедура, называется физинг. То есть мы делаем что? Мы рыбу прокалываем. То есть берется, есть специальные иглы, можно взять иглу самого большого диаметра, там, для капельниц, да, они там продаются в аптеках, благо это все можно приобрести, купить. Значит, и рыбе прокалывается пузырь. Абсолютно без всяких последствий. Она потом себя чувствует великолепно. Лично много раз это делал. И реально там судак потом живет и здравствует без проблем. Отпускаешь, там, вырывается из рук. Надо же. Здесь нужно четко понимать, как это проколоть. В интернете есть там видео, да, где спортсмены там это все показывают. Расскажу, ну, не знаю, как это в радиоэфире будет. Понятно, непонятно, но расскажу словами, попытаюсь, по крайней мере, это сделать. То есть вот мы держим в руках судака. Первый признак... Ну, то есть мы его сначала поймали. Мы поймали. Первый признак, что ему, скажем так, фиговенько. У него там может быть и с глазами все в порядке, и пузырик-то там не вылез, ничего не произошло. Но когда мы его отпускаем в наш там аквариум, да, в левел, он начинает переворачиваться брюхом кверху. И когда мы его обратно переворачиваем, ставим, да, то есть вот он стоит в вертикальном положении, он пытается уйти на дно этого, да, но не может. Он не может нырнуть. Это значит, что у него пузыр раздался. У него много воздуха внутри, и он не может нырнуть. Чревато чем? То есть здесь рыба умирает не от того, что ей там много воздуха, плохо или еще что-то, а умирает от того, что он тратит очень много сил и энергии для того, чтобы пытаться нырнуть. Ага. А он не может, он постоянно пытается нырнуть. Соответственно, его переворачивает брюхом кверху, он пытается перевернуться в обратное свое нормальное состояние. Это физическая сила постоянно. То есть это постоянные вот эти физические нагрузки для него, к сожалению, там приводят к летальному исходу. Дальше что происходит? Когда рыба у нас переворачивается брюхом кверху, у нее неправильно начинают работать жабры. Ну, то есть она перестает дышать правильно. Соответственно, опять же, это все приводит к плачевным ситуациям. Сразу колоть судака бессмысленно. Ну, то есть вот вы там поймали, кинули его в левел и там бросаться сразу же там на него с иголкой не надо ни в коем случае. Нужно понаблюдать минут 10. Ну, во-первых, рыба должна успокоиться. Она получает определенный стресс после того, как ее изъяли там из коряжки, под которой она там жила там все свое время. Вот. Она получает определенный стресс. Сейчас вот минут 5 там можно понаблюдать. Ага, если мы смотрим, что начинает заваливаться, да, там переворачиваться, мы понимаем, что ему не очень хорошо. Мы берем иголку. Можно сделать процедуру. Мы берем иголку. Вот у судака, у рыбы, да, вот эти боковые плавнички. Ага. Вот, да, мы выбираем средину плавничка. Ага. Вот средину он достаточно широкий. Заворачиваем. Вот заворачиваем его, приложили вот серединка плавничка, вот так вот проводим по ней, там полтора сантиметрика, вот здесь. Берем иголку, опять же, многие делают неправильно, начинают колоть вот так вот прямо. Ну, у судака такая чешуя, я скажу, бронебойная, проколоть там очень-очень сложно. Нужно под чешую как-то, да, наверное? Мы заводим чуть сбоку под чешую, то есть вот делаем прокол в кожу, бац, затем иголку разворачиваем и начинаем прокалывать туда. И это всё нужно делать в воде. Для чего? Как только мы вот так вот сделаем туда, проколем, в воде мы увидим пузырики, что пошли, мы понимаем, что всё, у нас пошло. Соответственно, держим судачка вот так вот, да, держим эту иголку, смотрим, у нас идут пузыри. Как только пузырики перестали идти, иголку убираем, в этот момент судак начнёт так вот оптануть. Как интересно. То есть всё это говорит о том, что, да, у нас процедура прошла успешно, там всё здорово, на самом деле повреждений вот этого, вот абсолютно никаких там критичных для жизни ему там не создаст. Он восстановится. Он абсолютно спокойно восстановится. Вот рыба, к сожалению, иногда получает и более весомые травмы, там, убегая, не знаю, там, от сетей, острог и всего оставшегося, там, и, не знаю, там, ловили судаков, у которых там вот такие дыры там в хвосте, там, раны какие-то были или ещё что-то. Вот. Встанет на место. Но, как я уже сказал, рыба испытывает определённый стресс. Для этого существуют специальные антидепрессанты для рыбы. Кошмар. Ну, мы их берём, конечно, в магазинах для аквариумов, да, аквариумистики, вот так называемый. Там продаётся такая специальная синяя жидкость, вот синяя жидкость есть. Она действует как успокоитель для рыбы, и она используется, как правило, при транспортировке и перевозке аквариумных рыб. Чтобы они спокойные были. Чтобы они были спокойненькие, там, да, там, не бились, ничего. А, я думаю, почему я вижу, что носит мешочки, и там синяя вода. Вот, вот. Вот это и есть. Вот, вот эту синьку мы покупаем. Соответственно, продаётся в определённых, там, ёмкостях, нужно чётко почитать, сколько там нужно, там, 3-4, там, колпачка, там, вам нужно на ваш объём. Ну, вы уж посчитаете, там, всё теоретически, там, расписано. Один колпачок, там, на 10 литров, у вас, там, левел, там, 60, значит, вам нужно, там, 6 колпачочков. Ну, и они там в этой воде просто будут плавать, и им будет спокойно. Вот, да, совершенно верно. Они в этой воде немножко успокоятся, будут себя чувствовать нормально. Дальше есть особенности, например, сохранения, ну, вот судака, как я уже сказал, да, есть особенности сохранения, например, той же щуки. Ну, рыба достаточно живучая, она не так сильно реагирует вот на эту декомпрессию, она умеет сама спускать воздух, да, там, теоретически. Ей можно просто сделать лёгкий массажик вот так вот брюхо, у неё через жабры выходят пузырики, то есть всё хорошо. Хорошо, но щука – это такая рыба, которая имеет на своей тишине очень-очень-очень много слизи. Она такая скользкая очень сильно. И когда мы её отпускаем в левел, то есть, да, мы её потрогали руками, всё, вот эта слизь у неё начинает отходить, и вода становится как кисель. Да, да. И, соответственно, вот в такую воду, если у нас там будет щука, например, а в ней будет ещё там судак какой-то, да, сидеть у нас там, жерешок или ещё что-то, рыба с большей вероятностью погибнет по одной простой причине, что и жабры вот этой слизью забьёт. Даже самой щуке может это произойти, поэтому нам нужна постоянная… Очистка какая-то. Циркуляция воды. Ну, чтобы она набиралась и сливалась, набиралась и сливалась, то есть вода должна постоянно обновляться. Слушайте, ну какие-то прямо у нас рыбацкие лайфхаки получаются интересные. Вода должна постоянно обновляться, к сожалению, скажем так, турниры проходят практически всегда у нас летом. Вода достаточно тёплая, а в тёплой воде, как мы знаем, достаточно мало кислорода. И если это говорить о большом объёме воды, ну, река, да, или озеро, вот, там кислород-то есть. А в аквариуме в ограниченном количестве, и когда у нас сидит ещё несколько рыбок, они же дышат тоже, кислород, ну, им не хватает его, да. Соответственно, здесь мы делаем что? В вот этих вот аквариумах ставят и ораторы. То есть это принудительно, они вот пузырят эту воду, всё-всё-всё. Но, скажем так, в последнее время, вот мы пошли дальше, это реально позволяет сохранить рыбу. В этих же магазинах для аквариумных рыбок мы покупаем так называемые кислородные таблетки. То есть это такие маленькие таблеточки. Одна таблетка на 10 литров на 8 часов. Оно тоже просто пузырится получается, да? Когда мы её отпускаем в воду, когда мы её отпускаем в воду, вот эти штуки, она тоже даёт принудительный вот этот выброс кислорода. Это тоже самое предусмотрено для транспортировки рыбок. Теоретически там берут пакет, туда кладут рыбок, вот эту таблеточку, синечки чуть-чуть, и всё, и понесли. И без проблем. Соответственно, мы туда это всё делаем, точно так же вот в наш аквариум, и рыбки там живут и здравствуют достаточно долгое время. То есть вот у меня там реально, ну, не знаю, там мы вот ездим, когда на тренировке, мы помимо того, что ловим рыбу, мы смотрим, как она себя ведёт в нашем лейбле. Да, то есть мы просматриваем. Ну, вот на крайней рыбалке, когда мы были на тренировке, турниру тотальный спиннинг, на Каме, на Волге вот сейчас, мы первого судака поймали в 6 утра, а за борт я его отпустил в 8 вечера. И всё хорошо, без проблем? Хорошо, абсолютно без проблем. Интересно. То есть мы его прокололи, спустили в воздух, добавили синечки, положили там эти таблеточки, вот, больше того скажу, что туда мы потом ещё со временем добавили ещё 4 судачков, то есть вот у нас 5 рыб. То есть им всем хватило и воздуха, и всё хорошо. 5 рыб у нас плавали. К зачёту и в наших соревнованиях, и в других, в которых мы участвуем, в день принимается 5 рыб, не больше, то есть 5 самых крупных рыб. А если мелкие будут ещё плюсы? Отпускаем, отпускаем, для этого у нас есть линейки, для этого у нас есть весы, ну, то, что должно быть. А как же тогда набрать, кто больше килограмм получится в соревнованиях? Вот в 5 рыбах. То есть всего теоретически нужно привезти 10 рыб на взвешивание. 5 в первый день, 5 в первый день и 5 во второй. То есть самых крупных. Смысл везти там маленьких икуньковцам или ещё там что-то? Вот я просто думала, что можно же килограммы набрать за счёт мелкой рыбы. Здесь все соревнования, они как раз хороши тем, что нужно учиться ловить крупную рыбу. То есть не больше 5 рыб. То есть нужно понимать, понимать её повадки, понимать, как её сохранить, как её поймать, и вот это всё на самом деле важно. Это то, что касается сохранения рыбы. Поэтому, друзья, ну, я призываю там очень всех попробуйте, попытайтесь. Это на самом деле очень здорово. И получаешь определённое такое удовлетворение, да, там, когда рыба уходит. Рыба осталась жива, да, и ты потом её отпускаешь. Ну, когда спускаешь, это тоже такой определённый кайф, который испытываешь на рыбалке, вот на самом деле очень здорово. Немножко там время, если у нас осталось, да. Да, у нас ещё есть время, мы можем поговорить ещё 4 минуты. Мы поговорим, наверное, о немножко подбору снастей, да, к соревнованиям. То есть если... Мы соревнуемся на спиннинге, получается. Да, мы соревнуемся на спиннинг. Абсолютно любые типы приманок у нас разрешены, и всё разрешённое, ну, в пределах правил, да. Единственное, что нельзя ловить в отвес, да, с лодки, и нельзя ловить троллингом. Ну, то есть запуская там на моторе и плывя там воблер какой-нибудь или ещё что-то. Вот, это запрещено. Мы ловим спиннингом только в заброс, в заякоренный, либо медленно плывущая лодка. То есть остановились, да, и... Либо медленно плывущая лодка, то есть ловля с плавом разрешена. Соответственно, подбор снастей для спортивной рыбалки, он тоже немножко отличается от любительской. То есть если мы, например, едем там на любительскую рыбалку, ну, мы можем там взять какой-то там спиннинг, не знаю, там, не сильно дорогой там, да, или ещё там что-то, ну, какой-то там минимальный набор приманок или ещё. А спортсмены, приезжая на водоём, привозят вот реально, там, не знаю, полмашины приманок каких-то с собой, там, не знаю, охапку каких-то удилищ и всё. И, соответственно, на тренировках ты уже подбираешь для себя снасть, которая тебе удобна в руке. И ты ей потом берёшь с собой на турнир. Да, которая будет под эти условия чётко подходить, да, которая будет отлично работать с теми типами приманок, которые ты подобрал уже опытным путём. И это реально, вот, не знаю, там, у теннисистов, там, вот у профессиональных ракетка там какая-нибудь, да, у хоккеистов там клюшка, не знаю, у футболистов там бутсы, а вот у рыбалова это спиннинг, который он держит в руках. Поэтому, почему и существуют очень дорогие, например, там удочки, да, то есть это не блажь моды какая-то там, не знаю, там, хвостануть там перед кем-нибудь, о, там, у меня удочка там японская, не знаю, за 30 тысяч рублей. Нет, ни в коем случае это всё сделано как раз для спортсменов. Понятно, что можно ловить там более бюджетными снастями, я никого там не призываю там побежать сейчас покупать там спиннинг супердорогой, там, катушку. В первую очередь нужно понимать, как ловить, да, там, найти какие-то места обитания рыбы. В этом помогают вот как раз и холоты, вот именно эта рыбопоисковая техника, которая нужна, там нужно научиться читать вот эти все символы, которые он нам показывает, научиться рисовать карты глубин, научиться их понимать, научиться ставить правильно лодку, то есть вот есть там отрисованная карта глубины, ты там понимаешь, что вот тут 9 метров, вот тут 12, вот здесь там свальчик какой-то там с 5, вот здесь выход на меляк, вот куда бы встать? То есть в обычной рыбалке я бы сделал так, о, пришел бы, ого, 12-9, и вот тут 5, встал бы в 12, стал кидать в 5 там и стягивать оттуда. В спортивной рыбалке нужно пробовать постоянно, то есть у нас вот, ну, на собственном опыте есть, например, одна там точка какая-то, там лежит какая-нибудь коряга, да, там, либо, не знаю, там, донная аномалия какая-то или еще что-то. Мы ее постоянно облавливаем, там, с 3-4 постановок, по-другому никак, и вот здесь вот как раз вот этот опыт, он там очень сильно нарабатывается. Да, очень интересно. Ну, давай резюмируем, потому что у нас немножко время уже подходит к концу, то есть, друзья, мы ждем вас на нашем турнире трофеи... Трофеи Вятки. Да, трофеи Вятки. С 26 по 28 июля река Вятка, село Петропавловское, около Советска. Это спиннинговый лодочный турнир, будет очень здорово, много народу, все интересно, отличные призы. А для тех, кто хочет посоревноваться в городе, мы вас ждем буквально вот в это воскресенье, 14 числа с 11 утра, рыболовный клуб «Белуга». Турнирчик по карпу такой проведем, да, дружеско-любительский, с хорошими призами. Также, как я уже сказал, там будет классная атмосфера, уха для всех, машинки, митсубиси, покататься там. Можно, да, тест-драйв, мы всю информацию можем увидеть на страничках ВКонтакте у «Белуги», и есть у нас сайт «Трофеи Рыбалки». Трофеи Вятки. То есть, Трофеи Вятки, извините, да, поэтому мы можем это посмотреть, все увидите, мы вас призываем к тому, чтобы участвовать. Время нашей программы подходит к концу, следующий эфир через неделю в это же время. Спасибо большое, Василий, за очень интересную тему, очень интересную программу. Всего доброго, всем до свидания. Всего доброго. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей Рыбалка.